После введения западных санкций Казахстан в Россию также кратно увеличил экспорт продукции, которая не производится на территории республики. Согласно данным Бюро над статистики в 2022 году из Казахстана в Россию отправили товаров почти на 2 миллиарда долларов больше, чем годом ранее. В общей картине увеличение несерьезное, но по отдельным товарным группам произошел настоящий взрыв. Если рассмотреть картину детально, то наибольший рост экспорта наблюдается в сегменте, обозначенном как машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты. В прошлом году их из Казахстана в Россию было поставлено в 4,5 раза больше. Небывалый рост наблюдается в поставках электроники, а также бытовой и компьютерной техники. В 2022 Казахстан продал России смартфонов минимум на 150 миллионов долларов. Только за 8 месяцев поставки этих гаджетов возросли 88 раз. До этого основная часть смартфонов из Казахстана продавалась в Кыргызстан. Объемы поставок одних стиральных машин выросли за год с нулевого показателя до почти 30 миллионов долларов. Для сравнения, за год до этого товаропоток шел в обратную сторону и Казахстан в 2021 году закупил тех же стиральных машин на 13 миллионов. То же самое касается мониторов. Если в 2021 году поставки были не в значительном количестве, то в 2022 выросли больше, чем в 300 раз. Ранее агентство Bloomberg выпустило расследование о перепродаже Казахстаном в Россию европейской бытовой техники. Авторы отметили, что реэкспортируемые электронные компоненты, например, чипы, могут быть использованы российскими производителями в военных целях. Чиновники стран Запада ранее также заявляли, что в российских танках были обнаружены микрочипы и микросхемы от бытовой техники, холодильников и стиральных машин. Издание Eurasia.net пишет, что за год до начала войны Казахстан экспортировал в Россию передовых полупроводников на 12 тысяч долларов, в 2022 году на 3,7 миллионов долларов. Логично, что больше всего объемы экспорта выросли в приграничных областях. Что касается импорта, то все то же Бюро национальной статистики приводит цифры, что он вырос за год на 8,5 миллиардов долларов. Причем четверть этой суммы поставки из Европы. Только машины и оборудование в прошлом году Казахстан закупил на 4 миллиарда долларов больше. Причем значительная часть поставщиков страны. В 2022 году Кыргызстан побил рекорд по объему импорта за почти 20 лет. Согласно данным Статкома, страна впервые закупилась за рубежом на безмалого 10 миллиардов долларов и почти удвоила соответствующие показатели 2021. В лидерах остаются привычные поставщики. Китай, Россия, Казахстан, Турция, Узбекистан в традиционно в топе по объему поставок товары повседневного спроса. Среди множества цифр могут затеряться весьма интересные показатели. Например, вместе со значительным ростом бедности в Кыргызстане в 2022 в республике стали более востребованы дорогие европейские и американские товары. Импорт из Европы увеличился почти на 80 процентов, из США на 140. Просто факты. На 10 миллионов долларов закупили французский парфюм. Почти на миллион дорогие кожаные принадлежности, в том числе дамские сумочки из Италии. В 2021 году швейцарских наручных часов завезли 27 штук, а в 2022 уже 1625. Крепких напитков из Соединенных Штатов поступило в Кыргызстан на 10 тысяч литров больше. Казалось бы, что здесь плохого? Однако возросшие аппетиты Кыргызстана вызывают обеспокоенность прежде всего в самих западных столицах. В ЕС полагают, что многие из европейских товаров через страны СНГ направляют в Россию в обход санкций. Издание ULE выяснило, что экспорт из Финляндии в Кыргызстан в 2022 вырос на 434 процента. Товаров закуплено практически на 29 миллионов долларов. 60 процентов – это продукция, запрещенная для ввоза в Россию. Кыргызстан указывает цифры значительно скромнее. Импорт из Финляндии на сумму всего-то 3,5 миллиона долларов. В марте уже прокуратура Нидерландов, в свою очередь, заподозрила кыргызстанские компании в поставках в Россию санкционных товаров. По данным надзорного органа в Амстердаме, Кыргызстан только с марта по ноябрь нарастил импорт из этой страны на 142 процента. В топе поставок из Нидерландов – лекарства, корма для животных, растения и цветы. Попутно Кыргызстан наращивает и экспорт, особенно в Россию. Поставки за год увеличиваются в 2,5 раза. 44% всех экспортируемых товаров отправлялись в 2022 году именно в Россию. В поставках появляются довольно необычные позиции. Кыргызстан становится крупным экспортером духов, маломоющей продукции, косметики. Какой-то нереальный взлет у поставщиков электротоваров. Ряд товаров Кыргызстан в 2022 отправил в Россию впервые. Например, как выяснило издание «Кактус-Медиа» электродетонаторы или шнуры, детонирующие капсюли ударные. Эта группа товаров может применяться в противопехотных минах. Также журналисты сообщили о первых поставках запчастей для вертолетов, самолетов или беспилотников. Другое издание «Фактчек Ки-Джи» обнаружило еще одну подозрительную поставку – телескопические прицелы для оружия. В 2022 Кыргызстан отправил их в Россию в 11 раз больше, чем годом ранее. Закуплены прицелы в основном в Китае, США и Японии. По данным журналистов, Кыргызстан помогает России обходить санкции и в обратном направлении. Страна, в которой площадь лесов не превышает 6% территории, увеличила экспорт древесины в ЕС в 18 тысяч раз. В международном журналистском расследовании указывается, что недавно созданные кыргызстанские компании в 2022 году обходными путями поставляли белорусский и российский лес. В феврале 2022 года, месяц начала войны в Украине, у Узбекистана произошел взлет внешнеторгового оборота. Показатели улучшились в два раза в сравнении с февралем 2021. Главным торговым партнером для Узбекистана в прошлом году стала Россия. Ей удалось обогнать даже Китай. Товарооборот между странами составил больше 9 миллиардов долларов. Это практически 1,5 от всего товарооборота Узбекистана. Поток товаров из Узбекистана в Россию значительно расширился. В 2022 объем экспорта вырос на 47% в сравнении с 2021. Правда, узнать подробно, что именно и когда продавали, невозможно. В открытых источниках детализация торгового оборота с Россией отсутствует. Более того, агентство статистики при президенте Узбекистана с февраля 2022 года и вовсе перестало публиковать детализацию всей внешней торговли республики. Тем не менее, обрывочные сведения об экспорте бытовой техники без указания динамики роста все же есть. Так, согласно этим данным, в прошлом году Узбекистан поставил в Россию 41 тысячу стиральных машин, 105 тысяч холодильников, 146 тысяч телевизоров и 27 тысяч пылесосов. Также зафиксирован рост количества предприятий с участием российского капитала. 967 открылись в 2022. Всего в стране действует 3156 совместных с Россией предприятий. По данным издания «Ведомости», в прошлом году китайская компания Honor начала поставлять смартфоны через Ташкент в Москву. Прямой экспорт компания прекратила в марте 2022, чтобы не попасть под санкции. В мае США ввели в санкционный список узбекистанскую компанию PromComplic Logistics за продажу России «Микросхем». В то же время в 2022 году в импорте товаров в Узбекистан наблюдается аномальный рост по некоторым странам. К примеру, объем импорта из Объединенных Арабских Эмиратов вырос более чем в два раза. С Бразилии на 59%, в Германии на 54%, Индии на 42%. Правда, и здесь выяснить сведения о том, что именно импортировал Узбекистан, не представляется возможным из-за отсутствия данных.